Привет-привет! NFT и Play2Earn индустрия развились уже достаточно сильно, чтобы своим влиянием изменять всю криптоиндустрию в целом. Дошло уже до того, что создаются специальные блокчейны, запущенные специально под игры и проекты с незаменяемыми токенами. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам как раз о примере молодой Play2Earn игры, которая работает на специально спроектированном для этого блокчейне. Игра называется Draft Survival. Сразу скажу, что тут речь не идет о красивых обещаниях и вайтпейперах и сборах финансирования. Проект уже привел распродажу своих заменяемых токенов, TGE и листинга, а сама игра, сейчас Draft Survival уже запущена в бета-режиме. И это значит, что любой желающий может присоединиться к ней, начать играть и зарабатывать криптовалюту. Тематика игры Draft Survival является выживание в постапокалипсисе и почти полностью уничтоженной земле. Игроки, объединенные в команды по 5 человек, должны заниматься сбором и менеджментом ресурсов, чтобы поддерживать жизнеспособность своего убежища и сражаться за выживание с другими игроками. Draft Survival ориентирован именно на таймплей. Хотя, как я понял, при желании тут можно играть и в соло. Также основной упор в игре делается именно на PvP-механике и постоянную конкуренцию с другими игроками. Бета-версия игры сейчас доступна в виде браузерного приложения на официальном сайте Draft Survival. Чтобы начать играть, нужно первым делом подключиться к сайту своим кошельком, пополнить баланс нужными токенами, а также купить скин персонажа в виде NFT-токена, который даст доступ к полному спектру механики игры. Для покупки NFT есть два варианта. Либо взять конкретные части скинов с рук и других пользователей на внутреннем маркетплейсе Draft Survival, либо же приобрести напрямую у разработчиков бокс, в котором содержатся случайные NFT. Причем боксы есть двух видов – обычные и элитные. Покупки в Draft Survival осуществляются за токены Draft. Это основной токен игры. Данные токены отчеканены на блокчейне Factory Chain. Итак, заходим в игру, видим, нам вначале необходимо будет выбрать ресурсы, с помощью которых мы будем крафтить те или иные элементы, которые нам в дальнейшем нужны будут для продвижения в данной игре. Я беру несколько вот такого вот угля себе. И дальше смысл у нас заключается в том, чтобы ходить по, скажем так, данной больнице, которую мы видим, и можно перемещаться по карте в разные локации. Цель у нас состоит в том, чтобы дойти до конечной локации, то есть с точки А в точку Б. И для этого нам необходимо по нашему пути, когда мы идем, крафтить необходимые элементы, с помощью которых мы будем передвигаться по данной карте. Итак, вот мой персонаж. Как мы видим, двигается. Теперь я открою сундучок, возьму необходимый мне материал для того, чтобы скрафтить необходимый мне элемент. Хорошо, и возвращаюсь теперь обратно. Вкратце покажу процесс игры. Особо долго показывать вам видео не буду. Оно будет в перемотке. В таком вот плане, то есть, чтобы вы наглядно поняли, как тут играть. Также тут можно выключать свет. И вот я нажимаю клавишу, у нас появляется мини-карта. И здесь по ней мы, собственно, и видим, куда нам необходимо двигаться. Есть, да, места, где есть комнаты, где полностью выключен свет. Мы в темноте передвигаемся, на ощупь пытаемся нащупать дверь, с помощью которой сможем пройти дальше по нашей локации. Игрушка достаточно интересная, чем-то напоминает в своем роде Silent Hill. Ну, очень-очень далеко, конечно, я понимаю, до Silent. Но сама суть, когда ты передвигаешься, когда ты двигаешься, то есть, это все Silent Hill, вы понимаете. Вот, и в принципе, суть такая. У нас есть фонарик, мы можем включать, выключать. По возможности он тоже у нас ограничен. То есть, в какой-то момент нам лучше его тушить, для того, чтобы иметь больше места и возможности потом его использовать. И, собственно, вот так вот выглядит данная игрушка. Всего у нас идет локация 7 дней по данной игре. И в течение 7 дней мы должны добраться с точки А в точку Б. Собственно, вкратце вот так вот. Как я и говорил в начале, это молодой блокчейн, специально созданный для поддержки Play-to-Earn игр. Эмиссия токенов Draft является ограниченной. Всего их очекание на 300 миллионов штук. Распределение выглядит следующим образом. 35% на Play-to-Earn вознаграждение, 15% в команде, 5% советникам, 20% было продано на паблик сейле, 10% пойдет на маркетинг, и еще 10% оставлено в фонде развития и экосистемы, и 5% в резервном фонде. Данные токены можно использовать для совершения покупок в игре. А также драфт можно обменять на воспомогательные токены Draft Energy, которые используются для оплаты различных действий внутри игры. Что же касается заработка, то прибыль токенами Draft в игре Draft Survival можно получать двумя способами. Первый – это торговля NFT и различными ресурсами с другими игроками на внутреннем маркетплейсе. То есть активно играете, фармите ресурсы, часть используете для своих нужд, а излишки продаете другим игрокам за внутренние токены. Второй способ получения прибыли в Draft Survival – участие в турнирах. Конкретно сейчас командой Draft Survival в партнерстве с разработчиками сети Factory Chain проводится серия весенних турниров под названием Road to Glory. Они поделены на множество отдельных боев, которые проходят в других разных лигах – Common и Elite. В Common лиге участие бесплатно и не требует никаких взносов. Призовой пул каждого отдельного матча в турнире составляет 100 фаст, то есть долларовых стейблкоинов с блокчейном Factory Chain. А вот участие в элитной лиге уже требует от игроков определенных взносов. Зато и призовой пул в токенах FAST тут увеличен в два раза. А помимо него взносы игроков сами по себе наполняют призовой пул токенами Draft, который после матча также разделяется между игроками. Особо вдаваться в подробности турнира Road to Glory не буду, при желании вы сможете изучить всю информацию самостоятельно по ссылкам в описании. Только если захотите присоединиться к игре Draft Survival, то помните, что Play to Earn – это такая же рискованная тема, как и совершение инвестиций. Поэтому вам следует быть аккуратными и проводить собственное исследование перед совершением каких-либо вложений. На этом у меня все, друзья. Жирных вам миксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok